ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я в Индии и за рулем вот этой вот малышки мы с друзьями поедем по югу страны, навернем несколько сотен километров, а может пару тысяч, как получится, и будем исследовать ту Индию, которую вам обычно не показывают ни по телеку, ни в блогах. Индию, которую можно увидеть только из окна вот этого прекрасного транспорта. А почему я выгляжу вот так? И почему малышка выглядит вот так? Ну, это вы скоро узнаете. Погнали! В общем, мы не то чтобы похожи на самоубийц. Учитывая, что мы в первый раз будем вести рикшу, хотелось бы разобраться, как это делать без угрозы для здоровья. Поэтому мы пришли в автошколу просто на маленький урок, чтобы нам объяснили, какие правила в этом хаосе дорожном все-таки существуют. Но я думаю, что есть какие-то негласные правила между водителями. И вот именно это мне хочется, чтобы нам рассказали, чтобы мы понимали, какие сигналы считывать. Автошкола называется Королевская. Короче, в очень интересно мы попали в автошколу. Мы минут 15 пытались объяснить преподу, что же мы хотим. И по-моему, очень понятно объясняли. Нам нужно понять, как вести себя на дороге, где не работают никакие правила. Потому что как бы вот этого вот всего, что мы за моей спиной, там нет в городе. На самом деле. Он так и не смог нам ничего сказать. Судя по всему, как бы ничему, в общем, в этой школе и не учат, кроме того, чтобы нажимать на звук сигнала. Но он не понимает, что мы говорим. Но он понимает, что мы нужны, да? Да, я понял. В Индии, вы можете ударить мужчину, но не ков. Почему? Уберить мужчину, вы можете сопровождать мужчину, но не ков. Потому что, вы знаете, что ков – это холи для нас. Некоторые люди будут делать нескольких качеств. Как, о, вы из России, вы из России, вы из Украины, вы из Украины. Вы люди не понимаете, что вы люди будут ехать о бифе, или что-то. Guys, это не так, что-то. Это метод для меня, как это. Это метод для нас. Если вы отмечаете, скажите, что, извините. If there's something more serious, or something more injurious, don't try to make them feel more angered. Just try to cool them down, just say, I'm sorry, I'm new here in this country, I just came for the tour. The trick is, the neutral is in between the first and the second. Initially, you'll have some difficulties, when you're starting, you'll have some difficulty on finding the neutral. But finding neutral is not by the lines, don't go for this, it's a feel. Actually, there is no, we have to follow the signals. Okay, but not like a hero for ratio, there's like a, the way one is for the car, and way two for the lorry, and way three for the bus, nothing. You can see here, you know, it's all a mixed stuff. You can come also, the ambulance should wait for us in the back side. If you have a courtesy, you can give the way, if you don't have a courtesy, the ambulance should follow you. See, can you see that? Can you see that? It's in here. All the vehicles will be mixed up, and there will be no proper maintenance, like, you know, the five meters distance, or at least four meters different distance. They will not follow any rules and regulations here. So, this is kind of traditional, this is stupid, I know that. Okay, what the people will think that, you know, the negativity should not come, but the evil, it will go out. The bad things should go out. Nothing, you know, the major accidents should not happen. It's all like a trust. It's a kickstart. It's a kickstart. Okay, like, like a bike. Okay? But the kicker is in your hands, not in your legs. Okay? Close. Yeah. Yeah. Okay. 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 We buy those trucks. We buy those trucks, which are bought. gentlemen. three trucks, which do not know. What do I call it? They sell me. What do I call it? They sell me. They sell me. They sell me. They sell me. It's all about상 olla only with rickshy. Посмотрите, какое набье. Это новое? Новое. 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 Память. Хорошо. Сколько это стоит? 10 тысяч. Это общественная рикша. Это общественная рикша. Это общественная рикша. В разных цветах. Люди часто покупают их для приватного использования? Да, они могут. Если я нужна рикша, то я могу купить себе, и я могу двигаться себе. Это же как машина. Но люди обычно не делают это. Это удобно купить. Да, точно. Они ставят вот так. И метр начинается. Редина начинается от сюда. Это не так. Он сказал, что никто все равно не пользуется этой штукой. И нифига, все местные все время торгуются и договариваются. И для какого времени он работает? Он работает. Он работает. 20 лет. 20 лет? Вау. В каком возрасте? 50 лет. Механика. 40? О, мой бог. Он рентит рикша. Рентитит? Для какого? 200. То есть 18 тысяч в месяц зарабатывает, да? Русские рубли. Да. То есть средняя российская зарплата? Да. Но это приличные деньги они назвали. Речина это много. Вот какая автосистема стоит. Моща. Это русская попса какая-то радио. Ха-ха-ха-ха. Класс. Около 300 баксов стоит вот эта автосистема. Нормально. Рикшу нужно прокачать, чтобы она ехала хорошо, чтобы деньги приносила. Ну или как минимум радость. Поэтому мы зашли в специальный магазин. Здесь есть квартал магазинов с украшениями для рикшн. И будем прокачивать свою правильными наклейками. Получеловек, полутигр. Ты видел? Надо какого-нибудь актера. Значит, где мы этого взять? Салман Хан есть? Я смотрел его в фильме «Дабанк» и «Дабанк 2». Они имеют стикер Салман Хан. Холливуд. Холливуд актер. Да, Холливуд. А где Холливуд актер? Холливуд актер. Один. 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 Берем. Самый популярный тамильский актер. Давай вот этого брать. Так, надо божеством каким-то еще запастись. Розовых. Розовых одеяниях. Perfect. Да. Мы все-таки гендерно нейтральные, позитивные. Проблема обнаружилась. У нас только левый глаз. Слушай, ну давай брать левый. Что делать? Нравится тебе такая штука? Ну, как-то так себе. Ну, черный, да? Он постеляет. Черный хороший. Давай еще свои бабу возьмем обязательно. А, не вот это. Вот это идеально, да. Нам нужна висюлька какая-нибудь. Без висюльки тоже нет. И нам дали скидку. Чисто за то, что мы танцевали. Это прекрасно. Это работает. До этого 10 минут торговались, не хотели нам ничего скидывать. Да, нужно просто правильно настраиваться на этот индийский лад. Все совсем не так делается, как мы привыкли. Но делается? Делается. Нам показалось недостаточно веселым просто гонять по Индии на моторикше, поэтому мы придумали формат индийской рулетки. Каждый день мы будем абсолютно случайным, дурацким каким-то образом определять, в какой из ближайших городов мы поедем следующим. И это не обязательно какой-то известный, популярный город. Просто абсолютно рандомные, в которые мы будем приезжать и искать приключения на свои чакры. Это, конечно, вариант для особо продвинутых безумцев. Но я хочу вам предложить попробовать несколько вариантов рулетки путешествий попроще, с которых вы можете начать. Потом вы уже сможете хоть по Сахаре на лодке гонять. Итак, уровень Basic. Езжайте на ближайший вокзал в своем городе, подходите к табло с расписанием электричек и садитесь на ту, которая стоит первой в расписании. Можно совместить с дегустацией напитков из книги «Москва петушки». Уровень продолжающий. Для спонтанных со скромным бюджетом. Заходите на сайт Aviasales. Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Как давно вы не слышали этих прекрасных звуков. Открываете раздел «Куда можно» и выбираете на карте любое соблазнительное направление из вашего аэропорта по минимальной цене. Сервис подберет вам все возможные варианты на вашу дату, по вашему бюджету, а главное туда, куда вас пустят, несмотря на корону. Божественная, в общем, функция, а не просто поиск дешевых авиабилетов. Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Кстати, если у вас есть свои дурацкие идеи, как играть в рулетку путешествий, обязательно пишите их в комментариях. Я выберу лучшую, в лучшую сыграю сам и сниму об этом видео. Все запомнил? Серега, какая деталь лишняя? Слушай, мне кажется, что вот все лишние нужен какой-то отдельный таз. Вот и результат можно туда. А, все лишнее он достал уже, да? Is it difficult to fix the rickshaw? Easy. For how many years you were learning this? Five ways. At the age of five he has started. Really? Yeah. If anything breaks on the way, so what should we do? Or maybe in every village there is a, like, shop? We can ask any... There will be a mechanic should be available. Yeah, any village. Any village. Because this is like a two-stroke engine. The two-wheeler mechanic can fix this as well. How much is this one? About 2600 euros. Yeah. Yeah. Is it a new one? Is it a new one? New one. You can get a new one? Ну это вообще классная вот эта итальянская Ape. В Италии реально очень много тоже ездит на подобных штуках, но они чаще грузовые. Ape это пчела переводится, реально как маленькая пчелка, рабочая. Здесь все уже прямо продумано. Там внутри встроена, здесь система колоночки, место для магнитолы Хорошо, продуманнее, чем в баджаже Баджаже, я правильно произносил? Баджаже How much is this? What's the price of this? 2,6 thousand rupees Only cash Only cash? Okay, 260 thousand rupees, типа, под 4 тысячи баксов Опять же, разница небольшая That one, my friend, who took the photo Короче, мы походили, посмотрели на это все и решили, что это слишком дорого и рискованно Ну, в смысле, соотношение риска к цене неприятное Поэтому попробуем найти аренду Ну, если уж таксисты арендуют рикши, ну, типа, ползам есть какая-то еще аренда, мне кажется Поэтому попробуем найти такой вариант, подешевле, чтобы посуточно снять The arrangement is you are taking the vehicle for loan from us Mm-hmm I understand what I'm saying? Yeah, I understand That is our arrangement This is the paper for you These are all papers, yeah Don't get into this stuff Let's get into the practical stuff White man in a rickshaw Yeah Go! Yeah! Субтитры сделал DimaTorzok Я, правда, думал, немного неловко получилось Я думал, что это какой-то праздник, я не знаю, какой угодно Оказывается, это приехал кандидат на неких выборах местных, местных в этом штате От партии BMK, но в целом, в общем, да, неудобно получилось Я вроде как выступил на политическом мероприятии, сам того не знаю Ладно, но главное, людей порадовало, все очень порадовали, все жали мне руки Прямо респектовали Уверен, еще неделю все в индийских домах будут всем показывать танцующего белого Но я кайфанул, давно так от души не танцевал Ну, ездить мы будем тоже не просто так У нас есть концепция Концепция индийская рулетка То есть мы будем абсолютно случайным образом выбирать случайное место, в которое едем в следующем Будем приезжать в случайное место, искать там интересные истории Искать, чем развлечься, чем заняться и так далее Мы будем ездить по югу Индии, штат Тамилнаду Очень прикольный штат, здесь красиво, очень традиционно, аутентично, довольно бедно, приятные люди Поэтому должно быть круто Стартуем в столице штата, в городе Чиннай А что дальше? Только Шива знает Без массала чая, это нельзя Как мне нравится, что утром все сидят на улице, читают газеты Газеты бумажные Хотя уже давно тут у большинства есть смартфоны, мне кажется Вот они красиво на тротуарах, в кафе Везде сидят и читают Выглядит это эстетично, кайково Мы заказали завтрак, это доса традиционный, что это блин, да, такой южно-индийский И несколько намазок на блин Вот, мы решили, что мы назначим каждой намазке какой-то из городов близлежащих И какая из них окажется самой острой, туда мы и поедем Мне кажется, достаточно рандомно Назначь каждому соусу свой город Ну, пусть это будет Чиннай, остаемся Пусть это будет Тирупати Это будет Махабалипурам Зелененький пусть будет Канчапурам Слушай, они вообще острая едят в этом штате? Это вообще? Малышко такое Подожди Прилетело Только я не понял, откуда Сейчас Подожди, подожди Молочко, по-моему, оказалось каким-то подставным Кроме всех технических приготовлений Перед поездкой мы запаслись наличными На случай, если придется давать взятки полицейским Жертвовать нищим Потому что в Индии без этого никак Ну и просто, чтобы платить за жилье и еду Потому что в деревенской местности, куда мы направлялись Ну, ни терминалов, ни банкоматов не найдешь И снять побольше наличности на самом деле оказалась хорошей идеей Потому что через пару дней после начала поездки Наши карты перестали работать из-за санкций И нам, чтобы прокормиться, пришлось бы самим стать рикша-таксистами Поэтому, если вы сейчас собираетесь ехать за границу Этот момент нужно очень тщательно продумать и подготовить Вам нужна карта, которая будет работать по всему миру Из которой вы сможете снимать или менять валюту по выгодному курсу и где угодно И самое простое решение – это заказать себе мультивалютную карту В рублях, долларах и евро через компанию OneCard Они вам помогут всего за день оформить карту иностранного банка Вам ее в течение недели доставит курьер И вы сможете пользоваться всеми ее прелестями То есть оплачивать подписки на иностранные онлайн-сервисы Бронировать гостиницы, перелеты Расплачиваться за границей, менять валюту по выгодному курсу А пополнять карту вы спокойно сможете рублями Для тех, кто хочет продолжать быть человеком мира, а не жить в изоляции Это просто must-have Чтобы все это сделать, просто оставьте заявку в Telegram-боте по ссылке в описании под роликом И ребята из OneCard вам все подробно расскажут, объяснят, помогут и организуют процесс В общем, переходите по ссылке в описании, заказывайте карту и снова путешествуйте без проблем Ласточка Как назовем, голубой ганеша? Ну, мы подумаем Я думаю, что это тоже рандомно должно быть Да, от поведения зависит, конечно Возможно, синяя боль, как это будет называться Да, 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 ему нравится наша затея Палочки от комаров Немножко банана Собой не повредит Слушай, честно говоря, я с опасением и легким страхом смотрю на это все вот изнутри Потому что выглядит это просто как Ну, мы видели красивые рикши на рынке А это просто как будто пустой каркас, которым нифига нет И я очень надеюсь, что он ездит вообще Мне кажется, наклейки должны как-то решить эту проблему Ты знаешь его имя? Родинникан 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 Все знают Не проблема, да Для тех, кто будет обгонять Чтобы они понимали, кого, да Понимали, кто за рулем А? Почему глаза красные, Лёша? А, ну вот смотри, можно сбоку, вот здесь Смотри, это же он такой возлегает А это у нас как раз отсек для отдыха Шива тут у нас есть Да, вместо цеха осмотра Что ты думаешь? Хорошо? Сэйбаба Сэйбаба Фотографии жены нет в портмоне, а Сэйбабы есть Это мужик, который чудесным образом у него появлялись лингамы Золотые изо рта, золотые часы, украшения Лингам это фалос? Сэйбаба как пакетик из супермаркета Ты вообще расклеешь Вот такой у меня юб получился на севере И это весьма символично, мне кажется Ты нужна такси? Я нужна такси Очень-очень cheap 15 рублей Let's go Отправляться И мне очень страшно, честно говоря Потому что как управлять этой хератой Я просто Пока Не имею никакого практического представления Браво Браво Нет, конечно Нету, серьезно Нету Бля, ну вы дебилы Газу, газу На право Это просто хана Это просто жопа Давай, не сигнал Если бы они знали, кто за рулем Я думаю, что они бы так легкомысленно не перебивали дорогу Они бы раскупались Из уважения, конечно, не из страха Слушай, а едем 30 км в час, нормально? Нормально Нормально, вообще 30 метров направо будет Да не пиздите там Ничего-ничего Объеду Где эта, блядь, проклятая нейтралка? Сука Ладно, давай меняться Это, блядь, какой-то пиздец Абсолютно дурацкая система Зажигания Я в мозоли уже все руку И мы так и не можем завестись Блин, чинай, конечно, мегаполиса щеду Столько развязок Блядь Да мы сами вахуем Сами в шоке Хороший, да? Хороший, говорите? По рикша Для рикша По рикша Хорошо? По рикша, рикша Ты сделаешь рикша красиво, да? Окей, окей Сива, они свеженькие пахнут вообще А, шикарные Мокренькие даже Шикардос, да? О-е-е-е Что, берем? Индийское придорожное кафе Это вот эта тема Это вам не хот-дог На заправке жрать Ты понимаешь, что она делает? Она смешивает коктейль Из бензина И масла Я как угодно ожидал Что это будет делаться Только не так эффектно Это просто Барное искусство Удивительно Рикша совмещает в себе Прекрасные свойства Автомобиля Кабриолет И мотороллера Комфортно С ветерком Удобная лавочка Можно катать девушек У них тут выборы Какие-то местные штата Поэтому флаги везде Какой-то партии политической Вывешены И портреты Кандидата Похожи на киноактера Усачи Стоит вдоль дороги Пару сотен Машин скорой помощи Почему? Новый ленд Сегодня Сием Чип-министр 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 Он дал все эти машины? Новый ленд Новый ленд Окей Погнали Не-не-не Зай сиди Самая дешевая рикша-такси Индии Работает за песни и танцы Меня зовут Сергей И ты? Меня зовут Сергей И ты? Рамен 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 Ага Не-не-не Ускара Окей Пока-пока Пока-пока Блин, слушай Как кайфово Вот, блин Идеальный план срабатывает Все Человека счастливее Сэкономим Поехали Какой венчик Я рикша Нет денег Просто танцы Я кайфанул Начало хорошее Начало то что надо Побаливают руки Действительно Рука выглядит Примерно так В целом Кайф Очень классно Сказал чувак У которого мы арендуемого Что На рикше Ты едешь На мотороллере Внутри машины И это вот Примерно так и есть Потому что Все наоборот Вместо газа Тормоз Вместо Тормоз Сцепление Короче Все Немножко Перепутано Как будто Но это Рождает новые Нейронные связи В голове Как будто бы Поэтому все Все классно О Кажется я попал в рай Тут прям на улице Сушится рыба Я фанат сушеной рыбы Очень вкусно пахнет Очень жалко что этот штат Безалкогольный И здесь Не продают пиво И под пиво Ты рыбку не поешь Поэтому Не очень понятен смысл Честно говоря Да Я видел рыбы на улице Как вы используете? Ты ездил рыбы? Да Ездил рыбы Некоторые Мы делаем масло На поверхности Да Бер 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 Вот Чувак сейчас кого-то вызвонил Короче Бер Бер Сейчас принесут пиво Ну пожалуйста Надо было цену спросить сейчас Закон обходит Ну да В таком месте это может быть дорого Ну только ради этого стоило сюда приехать Уже неважно 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 Что еще мы здесь найдем в этом месте Это уже Достойло Это супер счастье Самовар 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 Ты не знаешь самовар Да Я знаю Но Я не понимаю Самовар Самовар Русский Видит Прямо как Та Хорошо Первый раз вижу в Индии такой способ приготовления чая Индийский самовар Индийский самовар В чем вообще концепция индийской рулетки нашей в том что Здравствуйте Вы говорите по-русски? Да Чуть-чуть Но вы из Индии Да А как так получилось? Просто училась Ооо Расскажите пожалуйста А это для Ютуба? Нет Я не хочу Хорошо Я был там много раз В России Короче Здесь Оказывается Вот эта маленькая Я бы назвал Деревню Ладно Деревню Городочек На 12 тысяч жителей Это курорт И курорт с большой историей И этот чувак говорит по-русски Потому что У него русская жена И когда-то сюда приезжало очень много русских туристов И еще в советские времена сюда возили Вот Советских туристов Это прям было такое место Их паломничество Да Индийского Но не в плане там религиозного Вот прям туристов их свозили именно в это место Чтобы они не пересекались там например В Гоа на противоположном побережье Не пересекались с иностранцами То есть такая была советская туристическая резервация Я поучил русский язык наверное 35-40 лет назад Потому что когда я молодой Тогда был русский здесь много Польно Ни одни, ни два Каждый день 100-200 человек пришли Когда Олимпик был в Москве В 80-х годах И тогда я был здесь Мишка У них не было денег Они приезжали Типа почти без денег И просто продавали все что на них было Фотоаппарат И биноколь Учу Шампань Вот так Штаны Шмотки Шмотки Добрый день Добрый день Добрый день Наталья Наталья Как дела? Хорошо Хорошо Очень хорошо Очень Рыба 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 Наталья Маленькая рыба Наталья Блин, вот это офигительный поворот конечно Класс Древний кроссворд Пожалуйста Концепция еще нашей индийской рулетки в том, что В какой городок вообще не приедет в Индии Окажется, что это какая-нибудь бывшая столица Какой-нибудь древний Древнего государства или империи, чего угодно Вот, они здесь просто на каждом шагу И в целом в каждом индийском городе и городке Есть какая-нибудь древность прекрасная и удивительная Вот, кто-то пошутил еще в 7 веке Есть йог, делающий какое-то, не знаю, приветствие солнцу как будто бы А ниже есть котик, который делает ту же самую йогическую позу Вход для местных стоит 40 рублей Для иностранцев 600 Есть в Индии часто, кстати, такая дискриминация В Индии мне очень нравится, что жажду утоляют с помощью огурцов Ты просто вот можешь идти по улице, взять огурчики Взять огурчики без короны желательно, чтобы они были Сила земли проникает в тебя Тут внезапно началось просто какое-то крымское шапито-шоу курортное Чисто в индийском стиле Тир Лошади Мороженое Какие-то дурацкие сувениры Рыбка Рапаны Вот это все Выглядит очень трешово Зато все сидят Наслаждаются видом волн Столько я пережил разных эмоций за день, честно говоря От абсолютного стресса на рикше и трафика до удовольствия Когда мчишься на этом тарантасе И тебе уже приятно До того, что мы на море попали внезапно И удивительны все эти истории про советских людей Которые здесь, оказывается, отдыхали В общем, это только начало нашей индийской рулетки Завтра мы едем в следующий город Какой, пока неизвестно А послезавтра дальше, потом дальше и дальше Поэтому ставьте колокольчик на канале Подписывайтесь, если этого еще не сделали Чтобы не пропустить следующую серию индийской рулетки Пишите в комментариях, как вам это Как вам вообще такой формат Больше влога Не очень стандартного для канала Хочу домой В общем, пишите, что думаете Будем обсуждать А я пошел на массаж Рыбки поем Рикшу заправлю По любую с закатом До встречи Я не узнаю эту страну Тяжелый вопрос Тяжелый вопрос Рикша, блядь, рикша, три колеса Тук-тук, блядь Тиблек, блядь тирала Ой да Субтитры сделал DimaTorzok